МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире вечернее шоу Добрый вечер, Гомель. Татьяна, я вот стесняюсь спросить, а что эта штука делает у вас в руках? Как что, Александр? Я убирала студию, мы же ждем гостей, поэтому все должно быть чисто и аккуратно убрано. Сегодня мы действительно постарались и подготовились по максимуму, как говорится, чтобы не было ни соринки, ни пылюки. И надеемся, что наша сегодняшняя гостья это оценит. Ведь именно она научила всех соблюдать чистоту в помещениях, а ее свекруха и Галя стали классикой юмора. Александр, буквально последние штрихи, и мы пойдем встречать нашу гостью. А то мало ли что. Давайте же, давайте же уже встречать нашу гостью. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, друзья, вам за эти аплодисменты. Спасибо, я мещаю и отработаю. Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Ну, вы знаете, я очень рада, что мы с вами встречаемся, я рада видеть вас, я рада тому, что вы улыбаетесь, я рада тому, что вы, несмотря ни на какие санкции, кризисы, вы не растеряли чувство юмора, это очень здорово. Я рада тому, что вы смотрите юмористические передачи российского телевидения. И вот благодаря этим передачам, вы знаете, что сегодня на эстраде есть такая артистка Светлана Рожкова. Друзья мои, спасибо вам за то, что вы у меня есть. Спасибо огромное. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях удивительная женщина, замечательная артистка, главная свекруха экрана, заслуженная артистка России Светлана Рожкова. Светлана, здравствуйте, добрый вам вечер. Дорогие друзья, спасибо на добром слове. На самом деле, сколько лестных слов, только ради этого надо было прийти к вам в студию, на самом деле, чтобы это услышать. Безумно приятно видеть вас в нашей студии, в нашем городе. Скажите, а для вас добрый вечер это? Ну, добрый вечер, это те самые слова, с которых начинается программа. Это, знаете, добрый вечер, я хочу сказать, конечно, это та отправная точка, это вот как переключатель. Вот как только ты вышел на сцену, он сказал, добрый вечер, все, ты уже в работе. Мотор, камера, да. То есть добрый вечер, это для вас сцена и работа? Или все-таки есть и другие грани, вот это вот понятие? Безусловно, есть и другие добрые вечера, но тогда я не произношу эту фразу. А если говорю, добрый вечер, значит, это зритель, значит, это концерт, значит, это работа. В Гомеле вы, если я не ошибаюсь, второй раз, первый раз мы с вами встречались где-то года три назад. И признаюсь, что и зрителей мы ждали вас с нетерпением. Вот, а с какими же чувствами вы ехали на эту встречу? С добрыми, не поверите. С добрыми. Ну, мне вообще очень нравится приезжать в Белоруссию. И, знаете, на самом деле, вот как это здесь возникает, такое чувство, такая ностальгия какая-то такая у меня лично. Потому что я еще помню то время, когда мы были одной страной. И для меня это доброе время. Светлана, вот совпало. И доброе время, и ностальгия, и хорошее настроение. Что вам необходимо для того, чтобы было хорошее настроение? Ой, ну, я человек, поэтому, безусловно, мне надо женщина, человек. Поэтому, конечно, мне надо хорошо спать. Мне надо, чтобы рядом были мои родные люди. Мне надо, чтобы у меня была не только работа, но и какое-то время для себя. Потом, ну, много чего надо, на самом деле, для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Ну, и все это, наверное, приходится возить с собой в саквояжи в чемодане. Или все-таки тот или иной фрагмент или момент можно найти уже непосредственно на месте? Ну, знаете, вот на самом деле все так в этом отношении сложно. Мы же женщины, мы многослойные. Поэтому все зависит от твоего сегодняшнего настроения. Вот с какой ноги я встала сегодня? Вот какое у меня настроение? Вот чего мне хочется именно в эту минуту? Да, поэтому может иногда не совпасть. Но мне кажется, может быть, конечно, мой муж считает иначе, но мне кажется, что я достаточно удобный человек в жизни. Об этом мы поговорим немножко позже. Но вот, вы знаете, пока что начало программы, слегка такая возвышенная нота величественная. В Беларусь, можете ли назвать некоторые основные моменты, вот чем вам близка наша страна? Что вот моменты и детали, которые запомнились? Природа, пейзажи, хорошие дороги. Мне нравится то, что мы сейчас подъехали, и я смотрю такой небольшой лесок, мимо которого мы подъезжали к Гомелю, и там все деревья лишние вырублены, все подготовлено. Знаете, вот это вот какая-то такая, как это вот правильная, такая хозяйская такая чувствуется рука на самом деле. Вот это мне нравится. Мне нравится то, что говорят по-русски в Белоруссии. Мне тоже это нравится. Что тебя понимают, что тебя встречают с улыбкой. Мне нравится то, что все здесь доброжелательно и очень, знаете, вот как-то спокойно. Вот это мне нравится. Многие отмечают белорусскую кухню. Вы успели познакомиться? Если да, то какие блюда вам нравятся наши? Ой, на самом деле я такая непривередливая. Это вот в догонку к тому вопросу, вот чем запомнилась Беларусь. Я такая непривередливая в этом плане. Мне чем проще, тем лучше. Вообще я по жизни очень люблю картошку. Очень, это я вам признаюсь. Ну, драники, классика белорусской кухни. Драники, да. Это я все очень люблю. Сейчас не ем. Вот просто от каких-то вещей в определенное время я отказалась. А почему? Потому что набираю вес. Вот как это ни странно. Я всегда думала, что в этом плане природа мне подарила такую удивительную, счастливую возможность попробовать все в любое время. И в любом количестве. Ничего подобного. Я такая же, как все остальные женщины в этом плане. Я сейчас сижу на диете, считаю калории, потому что не люблю трудиться в спортивном зале. И нет для этого времени. Поэтому считаю калории. И вот все то, что я любила, и к чему я привыкла за все эти годы, к сожалению, от всего этого мне приходится отказываться. И даже от жареной картошки. И даже от жареной картошки. Но это же вкусно, Светлана. На день рождения, на свой день рождения и на Новый год. Интересно, женщинам посоветовали бы вы тоже садиться на диеты или как-то себя ограничивать в каком-то определенном возрасте, дабы не набирать эти килограммы? Слушайте, ну я всегда была супер худая. Поэтому, когда я набрала лишние 10 килограмм, наверное, я пришла в какую-то такую нормальную женскую норму. Но больше не надо. Больше не хочу. И это мешает на самом деле. Мешает и сердцу, и это нездоровое. И надо, да, надо для себя. Вот каждая женщина для себя, она должна какой-то иметь перед глазами идеал, к которому должна стремиться. Вот я смотрю последнее время на себя в зеркало. Думаю, о, вот это мой идеал. Больше не надо и меньше не хочу. Вот это то, с чем я буду жить до 100 лет. Вот так. Поэтому считаю. Готовился к этой встрече, к этой программе, прочитал очень много заметок с хатч-тегом Светланы Рожкова. И местные СМИ из разных уголков нашей страны и других Светлану Рожкову видели там, Светлану Рожкову видели там, Светлана Рожкова заходила туда. Вот есть ли у вас какой-то обязательный график посещения того или иного города? Какие пункты вы всегда посетите? Вы знаете, опять-таки, вот все зависит от настроения. Иногда такое настроение, что не хочется выходить из гостиницы. Есть такая история. А иногда хочется все увидеть. Иногда хочется пройтись просто по улицам. Вообще, мне всегда интересует жизнь. Понимаете, нет такого, что обязательно надо посетить храм. Центральный рынок. Да, обязательно надо центральный рынок. Обязательно надо зайти в краеведческий музей. Вот, ну, нет такого. Вот куда потянет в тот или иной момент. И просто хочется походить, просто хочется увидеть, просто подышать этим воздухом, просто посмотреть на людей, послушать, почувствовать настроение. Вот я приехала сегодня в Гомель. Первое, что я сделала, потому что я в Москве забыла... Вы же рано утром приехала. Рано утром приехала и готовилась к эфиру. И, значит, обнаружила в косметичке только половину содержимого. Вторая половина осталась в Москве. Значит, что надо делать? Пошли в парфюмерный магазин, докупили то, чего не хватает. И обязательно зашла в газеты, журналы и купила все юмористические журналы, на сегодняшний день существующие в Гомеле. Потому что интересно... На русском языке или на белорусском все-таки тоже? Конечно, на русском. Потому что интересно, да, какие анекдоты здесь, в Гомеле, уже знают. Понимаете? То есть это тоже часть работы подготовиться к представлению? К настоящему концерту. Конечно, конечно. Над чем смеются? Вот по вашим наблюдениям, даже исходя из газет, над чем смеются нынче в Гомеле? Ой, над тем же, что и в Москве, на самом деле. Мало что меняется. Потому что один анекдот переходит из одного журнала в другой. И вообще, мне кажется, на сегодняшний день мы все, все люди, занимающиеся юмором, то ли это представители комедий, клуб, то ли это представители таких традиционных юмористических каких-то направлений. Не хотела произносить, да, в эфире. Да, аншлаг, пускай будет так. То ли это представители КВН и так далее. Все черпаем мы, друзья мои, из одного колодца. Это интернет. Его величество. Поэтому... Ну, к вашим взаимоотношениям с глобальной информационной сетью мы еще вернемся в процессе сегодняшнего вечера. По роду деятельности путешествуете вы не просто много, а очень много. Проще назвать, где были или где не были? Ну, я много день была. На самом деле, мир огромный. Ну, где я была, где многие города России, безусловно, я уже знаю, и эти города знают меня. Да, вот, то, что касаемо ближнего зарубежья, конечно, это Белоруссия, это Прибалтика. То, что дальние зарубежья, это Германия, это Бельгия, Франция, Италия. Ну, и все. Вот гастроли у нас в Америке будут в декабре месяце с Игорем Моменко. Израиль. Ну, вот и все. Может быть, у вас есть мечта, где бы вы хотели побывать? Это, я бы хотела, безусловно, я бы хотела поехать в Японию. Вы знаете, вот на Дальнем Востоке я была много-много раз, а в Японии, нет, еще не была. Удивительная, говорят, страна. Ну, вы знаете, в этой студии вслух произнесенное желание, это сбывается. Сбывается, да. Поэтому я еще раз скажу, я хочу в Японию. А ведь путешествия в вашей жизни начались практически с самого вашего рождения. Есть у меня один интересный факт. Во время первого в жизни путешествия из Можайска в село Губино 16 февраля, что произошло, расскажите. Ну, меня потеряли по дороге. Сколько вам было? Сложилось несколько дней, может быть, неделя. Я не уточняла, на самом деле, у мамы. Ну, я, везли меня из роддома. И дороги потеряли. Февраль, огромный снег, невозможно было ничем проехать. А в то время февраль, это не тот февраль, который у вас первый? Это не те зимы, которые сейчас. Да, не те зимы. Да, это снега просто по пояс. И поэтому я не разбилась. Поэтому, в принципе, я как-то так вот сползла. И вот так вот, и там и осталось. У вас закаляли с детства. Закаляли. Одним словом, с рождения практически. Потом меня сразу в печь. Ну, как-то же нашли, как произошел этот момент. Ну, как приехали, а где ребенок? Светы нету. Ага, вернулись обратно. А я вот, я даже не проснулась. Не проснулась, не заболела. Вообще, до трех лет я была очень здоровой девочкой. Пока я жила в Подмосковье, в деревне. Потом мы уехали на Северный Кавказ, в город Кисловодск, курорт. Всероссийского значения, всесоюзного. И что-то мне там не заклематило. Ну, а за что же в детстве вас называли Ягаза? Чем заслужили? Ой, я такая была непоседа. Я не могла сидеть на одном месте в две секунды. И если мама меня отправляла на улицу, тогда такая практика. Я вот своих детей уже, например, не отправляла, да, без присмотра. А тогда мы жили в другое время. И когда я гуляла, мама варила обед и посматривала, там ли я, во дворе ли я. То пять минут она меня видела. А потом все. Потом я пропадала. То есть вы были из той категории детей, которые трепят нервно родителям? Поэтому мама не решилась на второго ребенка. Ей одного было достаточно. За что вам влетало в детстве? За все. За поведение в основном. А у вас, кстати, в школе. Я очень хорошо училась. В школе вы хорошо учились? Я замечательно училась. Не вот было по поведению, нет? А поведение у меня было, да. Хромало. Хромало. Ну, потому что я очень активная была, гиперактивная. Сейчас говорят дети гиперактивные. То есть мне было сложно. Я сидела, я не могла на одном месте. Я вставала. Я 45 минут, я не могла, например, просидеть. Я ходила между рядами. Да еще сколько уроков? Небось шесть было в день? Ну нет, ну в первых-то классах. Ну чуть меньше, четыре. Урока четыре, наверное. Да, конечно, поменьше. Но тем не менее, для меня это была пытка. Просто пытка сидения. Я думаю, что зрителям нашим нужно рассказать еще один случай. Я-то знаю, что произошло со Светланой, когда ей было пять лет. Я имею в виду первый выход на сцену, потому что я подготовился. Но все-таки ваш дебют на большой сцене состоялся в пять лет. Да. И произошло это не в классических представлениях дебют юной артисты. Ну у меня на самом деле была такая достаточно простая роль. Я должна была выйти на сцену и подарить букет цветов. Ну я подарила букет цветов, раздались аплодисменты. Но мне как-то надо было это оправдывать. И поэтому я прочла стихотворение. Единственное на тот момент пришедшее мне в голову. Уронили Мишку на пол. Оторвали Мишке лапу. Ну, зрители... Цветы-то кому вручали? Да, цветы. Да. Цветы я вручила. Тогда такой был коммунистический какой-то форум, собрание. Вот мне надо было, одному из секретарей, которые приехали в наш город по приглашению, я им вручала букет цветов. Большой бант, букет огромный, хорошая девочка. Ну и стихотворение оживило атмосферу. Да. Стихотворение оживило атмосферу, естественно. Потому что этого товарища, которому я вручала цветы, его звали Мишка. Михаил. Вот. Вот так вот можно сказать, что благодаря... Мишке, которому лапу оторвали, он, собственно говоря, вывел вас на большую сцену. Да, да. А сразу ли была сцена, эстрада, или все-таки были какие-то еще и драматические постановки? Нет, я мечтала о театре, безусловно. Я мечтала о театре, я хотела быть драматической актрисой, но не поступила. А потом эстрадная студия в Ленинграде. Ну, я думала, что я там просто вот перекантуюсь годик. И все равно поеду в театральный поступать. И как-то за этот год я обнаружила, что мне интересно это. И самое главное, все это соответствует моему характеру. То есть я как раз-таки тот человек, который не любит давление. Понимаете, на эстраде я кошка, которая гуляет сама по себе. То есть я сама себе начальник. Но в творческой биографии у вас еще есть и место танцам отведено? Да, была такая... Страница. Творческая биография, хореография. Вообще родители надо мной издевались, на самом деле. Испытания танцами, это 8 лет у станка. Это, на самом деле, каждую неделю я должна была слушать симфоническую музыку, потому что мама так считала. А что хотела слушать вместо симфонической музыки? Хотела слушать совершенно другое. Вот что в то время было можно? Совершенно. Ну, слушайте, ну кого тогда слушали? Высоцкого, да. Там и на этих кассетах, на этих бобинах, там невозможно было ничего слышать. Но тем не менее слушали. В конечном итоге вот все то, что приходило, все то, что... Нет, безусловно, это потом мне пригодилось. Дало какой-то результат. Безусловно. Ну, драматический театр был. Танцы были. Стихотворная форма еще в самом начале вашей сценической карьеры была. Но все-таки остановили свое ремесло, свое творчество на юморе. Почему? Думали ли вы тогда, задумались ли вы, женское ли это дело юмор? Вот я по жизни такой человек, что я сначала делаю, потом думаю. Вот такая... Кстати, тоже хороший вариант. Да, между прочим, это выход. Это по жизни... Ну, что там? Если ты будешь все время... Да невозможно ничего просчитать. И невозможно... Теоретические какие-то моменты, они все равно должны быть как-то подкреплены практикой. А если... Ну, ты в теории ничего не можешь. Ты сначала должен попробовать, проверить, получается ли, нравится ли, а туда ли ты идешь. Для того, чтобы понять, куда ты идешь, тебе надо немножечко сделать, все-таки пройти этот путь. Первые шаги. Первые шаги сделать в этом направлении. Поэтому так вот как-то так сложилось. Свекруха, Галя и Пылюка, это уже... Свекруха, опять-таки, это не моя идея. Это идея человека, которому я благодарна, на самом деле. Его нет уже с нами. Алексей Цапик один из авторов. Алексей Цапик, это автор. А предложил эту идею режиссер, с которым я работала много-много лет, который подготовил наш дуэт в свое время, Сергей Пилаян, Светлана Рожкова, к всесоюзному конкурсу. Просто я к чему? Эдик Бутенко, да. И Галю, и Свекруху, и Пылюку, благодаря вам, кстати, вся страна его вытирает. Все знают, но откуда произошел этот тандем? Вот история об этом умолчивает. Хотелось бы сегодня, добрым вечером, раскрыть эту тайну. А вот расскажу. И вот Эдику Бутенко пришла в голову такая идея. Потому что много анекдотов про тещу. Популярные анекдоты. И как-то так теща – это такой персонаж, который в мое время, если ты рассказываешь про тещу, это такой был своего рода мавитон. Вот нельзя было рассказывать про тещу, и нельзя было использовать образ пьяного человека. Вот тогда это считалось как дурновкусие такое. Дешево. Дешево, да, дешево. Копали глубже, на самом деле. И он решил, ну если не теща, ни разу не говорили о свекрови. Почему-то вот свекровь, она как-то всегда особнячком. Всегда в стороне. Хотя анекдотов про свекровь огромное количество. И я в своем концерте, я начинаю свою программу именно с этих анекдотов. Ну чтобы такое, какое-то равновесие такое было. В природе все же должно быть равновесие. Безусловно. Какой-то такой, чтобы хороший кислотно-щелочный баланс был в этом плане. Поэтому я рассказываю про свекровь. И вот Эдик Бутенко Лёше Цапику заказал этот номер. Лёша написал. И я с этим номером, поскольку у меня было мало лет, и опыта у меня общения со свекровью на тот момент тоже было мало, немного, то этот номер худсовет принял, тогда же худсоветы были в филармонии, худсовет этот номер принял, но я его не приняла. То есть я его убрала из своего репертуара. И задвинула в долгий ящик на долгие-долгие годы. Потом повзрослела. И я вытащила из этого ящика этот номер. То есть свекруха стала чуть ближе. И свекруха, да. И свекруха прижилась. Ну, здравствуй! Галочка! Вы любого утра вытирала? Вот, хоть к этому я тебя на кудру приучила. Давай докладывай, как там сыночек мой чем занимается? Спить! И что такого? Спить! Пускай спить! Когда он лёг? Два дня назад! А вот, чувак мой, как там? А как там Андрюсик мой, тюлютюсик, зюдюленька моя плотненькая? А так, да ты чё? Бабу вспоминает? Свети, чтоб каждый день бабу вспоминала. Вот, Галя, интересно у вас получилось с внучком, а? Вот я до сих пор не могу сложить. Два и три, а? Как это так, это ты всё обтяпала, а? Свадьбу ты грани в декабре. Внучок вообще у Маркина родился, а? По какой такой науке? Не, не впутывай сюда, Игорька! Игорёк в этих делах дитём. Дитём был, дитём остался. С тебя весь рот, бесстыжая ты, Галя. А что я с Василием? Я что? Мы с Василием свадьбу в августе уже сыграли. Что, ты не знаешь, что? Да, в августе, а что так? А что, Игорёк? Игорёк в сентябре народился. Вот как любила, не то, что некоторые. Всё, мы люку вытираем, я звоню, проверю. Вот такая история. Но ведь у вас же у самой есть свекруха Раиса Фёдоровна. Есть, да, да. Как реагирует? Обижается, не обижается, подсказывает что-то? Может быть, даёт какую-то нужную модель поведения? Какими-то фразами может делиться? Потом, чтобы сказать, о, это же я подсказала. Слушайте, на самом деле у нас всё как у всех со свекровью. Общение у нас, я не могу сказать, что у нас просто мы друг без друга жить не можем, но находим какие-то точки соприкосновения. Вот и она, и я в своё время мы просто для себя решили, что лучше дурной мир, чем хорошая война. И вот на этих позициях мы стараемся держаться. Иногда срываемся. Но потом всё равно наступает момент перемирия. Ну когда-то должно быть закончится. Перемирия. Ну, вы знаете, что в этом плане уже так всё устаканилось, ничего не хочется менять. Пусть оно уже вот так будет, как оно есть. Уже микроклимат создан, и другой нарушает это себе, что хуже будет. Не надо, да, да, да. От добра до брони. Уже вот как-то так всё. Хотелось бы ещё выяснить такой момент. Вот появляется, например, новый монолог, новый образ. Учите, репетируете, готовите, что-то обрастает какими-то деталями. Потом нужен кто-то, на ком это всё тестировать. Вот кто эти люди, скажем так, ваши подопытные, на ком вы тестируете ваши первые номера? Вы знаете, я в этом плане берегу своё окружение. Я в этом плане, я в свои творческие какие-то процессы, я не вмешиваю людей, с которыми я общаюсь 24 часа в сутки. Вот, безусловно, номера не рождаются в тиши кабинетов. Безусловно, уже наступает такой момент, когда надо проверить, в правильном ли направлении ты движешься. Я просто беру этот номер и как автор, потому что зачастую, или как соавтор, потому что зачастую так и получается, я выхожу к зрителям, и уже зрители мне подсказывают, надо ли продолжать над этим номером работать, или это уже шедевр, или этот номер просто надо выбросить в корзину сразу. И как бы, знаете, вот самое трудное автору, на самом деле, отказаться от своего ребёнка. Потому что даже если он какой-то убогенький, чахленький, какой-то такой гадкий... Ну, оно же своё. Ну, оно же своё. А бывало, что вы переработали? Вот попробую её оторвать от сердца. Перерабатывали, например, что-нибудь? Конечно. А всегда в соавторстве. Вот, вы знаете, на самом деле, редко один из номеров, которые я приняла сразу и не дорабатывала, это как раз-таки свекруха. А в основном всегда это такой творческий тандем. Потому что автор приносит, ну, полуфабрикат. А потом ты его уже как-то так вот пытаешься... Примерить, надеть, адаптировать. Совершенно верно. Да, уже как-то всё это скроить по фигуре. Вот я недаром спросил, есть ли у вас обязательно график, скажем так, пункт точки посещения в том или ином городе. А часто ли бывает так, что на улице подсмотрели? Или на рынке? А так и бывает. Или в маршрутке, или в очереди, или вообще... А так и бывает. Это зачастую так и бывает. Потому что надо находиться в этой среде. Надо слышать, надо видеть, надо общаться. Надо как-то жить той жизнью, которой живут твои собственные зрители. И поэтому я... У меня даже есть такой в концерте, даже есть такой большой цикл. Я рассказываю истории не из интернета, а истории из моей собственной жизни, которые я подсмотрела, которые я услышала, которые мне кто-то рассказал. Допустим, а я, Свет, ты представляешь, мы там ехали, а вот там вот, о, а здесь, значит, вот так. И я это делаю на карандаш. Может быть, потом так, знаете, в лёгкую это всё как бы обрабатываю. И, опять-таки, всё это показываю зрителям. Потому что жизнь, она такие ситуации выкручивает, что никакому автору такого не додумано. У нас есть одна подруга, её точно так же, как меня зовут, её Света зовут. Но та Света, в отличие от меня, она много лет пытается замуж выйти. Ну вот такое у неё желание. И вот, и всё ещё в пути. Ну и у неё уже такая депрессия по этому поводу. Она её холодно-дыхут. Идёт, сключилась вся. Глаз от земли не отрывает. Карина, когда её на улице видит, она прям закипает. Ей хочется, чтобы Танюна взбодрилась. Она всегда её спрашивает. Света, ты замуж лично? Да, слава просыпаться. Нет, Карина, что ты не знаешь? Нет. Никто не берёт. Да ты всех опросила. Смотри, я тебе научу, что 100% гарантии будет. Что тебе надо сделать? Пойдёшь в магазин, купишь красивую блузку, вот такую большую, уникальнюю, поняла? Такой большой меч нельзя. Вот здесь, если пуговочка будет, ты её ещё раз стигни. Поняла? Оторви её совсем. Она тебе не нужна, тебе скоро 50. Оторвала, подошла, взял калу. Взлохматила всё, что имеешь. Супер короткой юбкой надел, пошла на ход. Видишь, дичь, всё. И начинаешь вокруг него ламбада танцевать. Понимаешь, ламбада танцешь. На него не смотришь принципиально. Только вокруг него. Когда она поняла, через три недели он начинает тебе глазами искать. Всё. Друзья, это программа «Добрый вечер. Гомель» на телеканале «Беларусь 4». Сегодня у нас в гостях великолепная артистка и кумир миллионов юмористка Светлана Рожкова. Прервёмся на мгновение, а далее вы узнаете, какое место в жизни Светланы Рожковой занимает дача, как она справляется с эмоциональными перегрузками и с кем из коллег общается вне сцены. А кроме этого узнаем, какие профессии выбрали её дочери и сколько времени артистка проводит в социальных сетях. Обо всём этом и даже больше вы узнаете после рекламы. Не переключайтесь. Друзья, вечер в Гомеле сегодня действительно добрый. Ну а в гостях у нас заслуженная артистка России и, честно вам признаюсь, одна из моих любимых актрис, юмористка Светлана Рожкова. Пока шла реклама, в нашей студии появился ещё один гость, концертный директор Светланы Рожковой, он же муж Юрий Евдокунин. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я бы ещё добавил. Водитель, концертный директор, радиоинженер, звукорежиссёр, вокалист, партнёр, партнёр. Не надо, не надо, нет, 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 нет. Техническая часть. Костюмер-стюмеристы не доверяют. Техническая часть. Я и звукорежиссёр, я и директор, я и водитель. Ну, муж иногда посовместительствует. И мой партнёр, потому что появились в концерте, появились номера, сценки. И поэтому Юра мне как партнёр помогает в этом плане. Ну да, всё-таки же не только на административных, скажем так, должностях. Безусловно, нет. Вы же, я же имею полное право на это. Я закончил так же, как и на ГИТИС. Да, только я училась на пятёрке, а он на троич. Чё там чешки всё время, а? Корни волос приглаживаю. Господи, как представлю же Егору жениться предстоит, а? Волосы-то вам стоят. Слушай, вот хорошо бы он женился на японке, а? Да типо он тебе на японке, что ты завалил. Жениться, помириться. Какой ему жениться? Куда ему жениться? На японке. Придумает тоже. Кстати, почему на японке? А японке тихие. А-а-а. Услушливые. Кровкие. А-а-а. Самое главное, мама в Докио. Знаешь, вот не надо трогать мою мать. Ты так уже отличился на её Дне Рождества. Да чёрт, чёрт. Молодец. Да, того отличился. Да я так в голову такое могу прийти. Человека-юбилей. Да надо такое сказать, а? Анна Андреевна, я вчера был на Кладбище. Представляете, все ваши сверстники уже там. Вы меня вообще не так поняли. Да как сказал, так и поняли. Да чё по-юбилей-то, господи боже мой, а? Шалопут. Я ей комплимент хотел сделать. А-а-а, ты сделал. Хотел сказать, что она не выглядит на свои годы. Так вы ж набросились на меня, как собаки на медведя. Медведь с фигурой Бегемота. Ой, ладно, с фигурой Бегемота. Я, между прочим, если сейчас свистну, всё достал по девчонок набежу. Не свисти. Свисту. Свистульку простудишь. Юрий, ну а не сложно быть и концертным директором, и мужем? Как вы это совмещаете? Сложно. Очень сложно. Очень большая зарплата. Тогда это компенсирует. Поэтому есть за что работать, на самом деле. Вот комфортно ли работать с артисткой Рожковой? Очень комфортно. Тем более, когда ещё артистка Рожкова твоя жена. Вот когда супружеские взаимоотношения не соединяют, как бы, двух актёров, мужчину и женщину, там могут возникнуть проблемы. А здесь я всё-таки мужик. Даже если накосячил? Да. Свой. Свой. И она, если что, накосячила, я могу сказать, ну-ка цыть. И всё. Всё. И я в домике. Только что звук столешницы так прозвучал, что, ну, вам, наверное, такой же надо, чтобы так вот раз в следующий раз такой же звук издать. Светлана, вопрос к вам работа артиста. Это, безусловно, со сцены, с экрана телевизора это всё выглядит прекрасно. Но не понаслышке знаю, насколько это напряжённый труд, в какой-то степени каторжный труд. Как справляетесь и с перегрузками, и с переутомлениями, и с усталостью, которые, скажем так, присущи многим медийным лицам? Слушайте, во-первых, долгие годы тренировки. Ну, как спортсмены, как космонавты справляются с перегрузками. Сначала в центрифуге их крутят лет 20, потом запускают в космос. То есть, ваша центрифуга уже позади, вы сейчас в космосе. Точно, моя центрифуга уже позади, я уже в космосе. То есть, я привыкла к этому, мой организм приучен к этому. Приучен спать тогда, когда надо спать. Просто по приказу. Всё, можно поспать. Спим. Нельзя спать, не спим. Ну, а как работают хирурги? Мы, понимаете, люди, у нас такая выживаемость, по-моему, даже лучше, чем у тараканов, на самом деле. Мы ко всему приспосабливаемся. И я в этом плане не исключение. Но, безусловно, когда я хочу отдохнуть от работы, я отдыхаю полностью. Расскажите вот с этого момента. А я убираю, вот телефон, забываю я о нём. Да, я не отвечаю на звонки. Даже директор дозвониться не может. Директор может достучаться. Директор может достучаться. Потом у директора есть хобби. У него охота, рыбалка. Вот он там отдыхает, да, от трудов. А когда директор на охоте, на рыбалке, в мужской компании, где-то там что-то у него там происходит, то я отдыхаю от директора. Потому что в семейной жизни необходимо друг от друга отдыхать. По-другому не получится. Чисто психологически. А тем более, когда ты 24 часа вместе на протяжении многого времени, долгого. Вот. А от работы... Я даже озвучу время, на протяжении которого мы вместе. Через год 30 лет, как мы вместе. Да, да. И причём она права. Мы 24 часа в сутки. Это практически мы прожили вместе 120 лет. То есть вы сейчас дали хорошую такую заявочку, и нам, и вашим поклонникам, готовиться поздравлять вас с юбилеем. Да. А рецепт такой долгой жизни брака, какой он? Ой. Ну, вы знаете, надо запастись терпением. И одному, и второму. Я так считаю. Надо просто запастись терпением. Запастись терпением и, мне кажется, не обращать внимания на какие-то мелочи. Да, да, да. Ну, так, если серьёзно говорить, да, не зацикливаться на каких-то мелочах и просто не обращать на них внимания. Потому что все мы люди, все мы человеки. Это я сейчас серьёзно сказал. Ну, а ты же серьёзный человек, ты же мужик. Да, конечно. Поэтому... Ещё раз стукнуть. Поэтому ты серьёзно должен. А, если стучите, стекло калёное не разобьётся. Светлана, продолжая тему релакса, насколько у меня верная информация, есть у вас ещё и загородный дом, который тоже является вашей отдушиной и... Как это ещё можно назвать? Я тут так вот постучала, может быть, я что-то нарушила. Но, слушайте, это вообще-то, на самом деле, я никогда не думала, что мне так это будет нравиться. Я могу часами, сутками, неделями, я могу заниматься каким-то дизайном, посадками, какими-то там вот садово-огородными работами. Кстати, уже многие высаживают рассаду, что в этом направлении как движется? Да, в Белоруссии высаживают, а у нас ещё только готовятся, потому что у нас ещё... Вы уже замочили семена там перца, помидоры, огурцы? У нас ещё снег. Я ничего не выращиваю с ясного. Я только всё для души. Пока. Всё для души, знаете, для глаза. У меня... Потом мы только осваиваем. Мы совсем недавно закончили ремонтные работы в нашем доме, потому что мы, поскольку денег не имеем много, мы купили сначала фасад и несколько лет... Сколько? Лет пять. Да. Лет пять мы это дело доводили до ума, строили. Сейчас у нас уже там мебель. Это не фасад, ты неправильно сказал. Мы купили просто коробку. Коробку. То есть коробка под крышей, без отделки, без коммуникации, без ничего. И мы делали это. И вот этим вот мы, по мере поступления каких-то денег, мы этим делом занимались. Теперь вот с домом мы закончили, теперь я вышла вот сюда, на простор, в чисто поле. Прилегающую территорию. И теперь двенадцать. Двенадцать. И сейчас, да. И сейчас вот у меня вот этот вот период садово-огороднический. Я просто обожаю это все, когда это на твоих глазах оно... Ты осенью это все посадил, уродовался. Да, весь в грязи. И невозможно болеть поясница, разогнуться не можешь. Какие там концерты? О чем вы говорите? Там посадки. А сейчас весной вот снег сошел, и вот оно вот это вот появляется. Чудо. Лезет, боже мой. Каждый. Крот нарыл. Зараза. Нарыл кучи там какие-то. Убью гонюку. Понимаете? Это же жизнь. Вот ради чего жить надо, люди. Сейчас вот на самом деле получаю настоящие откровения. Я бы никогда в жизни не подумал, что заслуженная артистка России, главная свекруха экрана Светлана Рожкова, тоже занимается садом, огородом, сражается с кротами. Маникюр, кстати, страдает, наверное, тоже. Страдает, да. Ничего. Есть средства, значит, чтобы не забивалась сюда грязь, чтобы было всегда красиво. Хотите, угадаю. Стирка вручную? Нет. Но мыло присутствует. Берете брусок мыла, да, сухенький, и вот так вот, как котик. Пошкрябать. Пошкрябал, пошкрябал, мылом забилось, все, куда угодно. Будет маникюр всегда девственный. А что садили? Александр, я еще хочу узнать, как женщина, женщине вопрос. А что садили? Какие-то цветы, может быть, что вам нравится? Все, у меня, знаете, я своими руками, у меня почти 40 с лишним там, значит, рост. Огромные, огромные плантации. У меня там пионы, у меня там лилии, у меня там первоцветов сейчас огромное количество. Значит, у меня там всевозможные кустарники. У меня, в прошлом году мы посадили осенью сад. Да, и вот сейчас ждем. В чем легкая рука? Все, что посадила, все прижилось? Ничего не умею. Пригласила один раз Дроботенко, выдала ему три кустарника. Вот, я хотел об этом поговорить. Слушайте, все засохло, понимаете? Видел фотографии, что привлекаете к дачным, садовым работам. Привлекаю, сама не справляюсь. Не только себя, не только семью, но еще и коллег по цеху. Как они соглашаются? А куда? А выхода нет, понимаете? А потом урожаем поделится. Урожаем рост поделится. А тут дали, сказали, копай. Сказала Сережа, обязательно, мы с Сергеем Дроботенко дружим уже много лет. Это, знаете, это мой дружок такой вот по жизни. Ну, замечательный он человек, великолепный, легкий, очень юморной. С ним прекрасно время проводить, он может поддержать, он может посоветовать, он может помочь. И поэтому, если есть какая-то свободная минута, то, конечно, я стараюсь ее проводить в обществе своего друга. По-другому не скажешь. Ну, не только Сергей Дроботенко у меня в друзьях, но огромное количество времени мы вместе проводим. Пригласила к себе показать, посмотреть. Сказала Сережа, обязательно должна быть аллея имени Дроботенко. Купила на свои собственные кровные деньги растения. Привезла, подготовила, подкормила, все. Сказала, вот лопата, выкопай ямки, похорони. Выкопал и похоронил, засохли сразу. Ну, сейчас попытка будет номер два. Вот, вы знаете, вы только что развеяли биф о том, что... Говорят, что в шоу-бизнесе не дружат. Оказывается, что дружат. Или все-таки... Знаете, я не знаю, на самом деле, как у кого, потому что мне бы со своей жизнью справиться. Но я дружу. Я дружу с Игорем Маменко, я дружу с Сережей Дроботенко. Я со всеми остальными своими коллегами в очень хороших, приятельских отношениях. Вот это слово, которое вы боялись произносить здесь, аншлаг. Вот мы со всеми дружим. Можно перечислить по фамилиям весь аншлаг. Не только с аншлагом. Друзья мои, просто мне... Я вообще, я люблю людей, занимающихся творчеством. Я уважаю труд любого артиста. Даже если мне лично что-то не нравится, это мне лично не нравится. А человек, он старается, он самовыражается таким способом. И я всегда говорю, друзья мои, мне нравится, выйдите и сделайте лучше. Очень простой, на самом деле, рецепт в этом плане. Светлана, если говорить о ваших близких людях, это о вашей дочери Яна, лингвист. Варвара занимается сольным искусством. Ну и совершенно не пошли по вашим стопам. Насколько мне известно, Варвара, она учится в мастерской Сергея Пенкина. Так, уже, знаете, устаревшие. Обновите, пожалуйста. Они теперь просто как бы поддерживают связь, как бы общаются, но она у него уже не учится. Да, Варвара... Значит, это было в прошлом. Да, в прошлом году Варвара, окончив школу, она поступила в, как называется, институт... Нет, 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 колледж эстрадно-джазового искусства при Гнесинке, нет? Я говорю про Пенкина. А, про Пенкина, что ты говоришь про Пенкина? Значит, Шолоховский университет имени Шолохова. Да, это там преподавал Кепенкин. Да, да. Она поступила в класс вокала к этому педагогу. Замечательный вокалист, великолепный, потрясающий. Я была на его концерте по одной простой причине, потому что Варвара в этом концерте пела. Он позволил ей, дал ей такую возможность, вывел ее, она на трясущихся ногах первый раз. Ну, то есть, это хорошая такая школа с живым коллективом, то есть, очень здорово. Поддерживают сейчас отношения, потому что сам момент преподавания в этом институте Варваре не подошел не в плане мастера, а там очень мало было специфических предметов, которые Варвара должна изучать. Поэтому в прошлом году перепоступила в колледж эстрадно-джазового искусства при училище Гнесина. Но все-таки одна лингвист, вторая вокалистка. Вторая вокалистка, да. В мать в отца никто не пошел. Нет, в отца. Почему? Я вокалист. Да, я изначально вокалист. Просто она меня перетянула уже в свою профессию. Ну, не перетянула, а предложила, подтянула. И ты, собственно, не сопротивлялась. Можно и так сказать. Светлана, а девочки поддерживают ваше увлечение дачей? Девочки, да, Варвара помогает. Яна, она у меня такая, на самом деле, она вся в каких-то своих мечтах, своих мыслях. И она очень такая тонкая, хрупкая. А Варвара, она такая, мать в папу. Каждая на свою сторону тянет одеяло. Варвара мне помогает. Ей это нравится. А Яна нет. Яна созерцает. Она оценивает. Она вдохновляется, да. Она оценивает. Но это тоже, на самом деле, стимулирует. Мать, да. Да. Яна сейчас, кстати, она у нас в Италии на стажировке, вот полтора месяца, прекрасно себя чувствует и совершенствует свой итальянский язык. А она у нас, надо сказать, не просто лингвиста. Она у нас, как это обозвать, она переводчик с итальянского языка, художественный перевод. Причем не просто дословный, а художественный перевод. Возвращаясь к сценическим образам, ну, скажем так, и к жизни, как бы это постараться совместить, на сцене свекруха в жизни теща. Теща, теща. Вы чему-то учитесь у своего сценического персонажа, у тех посмотренных образов, с которых он складывается, с которыми вы выходите на сцену? У меня замечательное отношение с моим зятем. Вот мы друг в друге души не чаем, на самом деле. Вот замечательные, потому что мы с ним очень редко встречаемся. Вот я абсолютно не вмешиваюсь ни в какие процессы. Я без приглашения, а приглашают меня не так часто. Да у меня и времени нет для того, чтобы посещать, допустим, семью своей старшей дочери. Я никогда в жизни не приду. И я не даю советов, если меня не спрашивают. И поэтому мы ладим, понимаете? Вот самое главное, надо не пытаться по образу и подобию сделать семью своих детей. Ну не надо. У них свои какие-то процессы. Они там мирятся, ссорятся, они там дружат. То есть должен быть создан свой микроклимат? У них свой микроклимат. И не надо туда влезать. Хорошую фразу сказала, ключевую. Если тебя не спрашивают. Если не спрашивают. Если меня спрашивают, конечно, я, исходя из своего собственного опыта, я могу там что-то посоветовать. Но опять-таки, они могут прислушаться к моим советам, а могут и сделать по-своему. И я не обижаюсь на это. Поэтому у нас очень хорошие отношения. Светлана, все-таки ваш фирменный рецепт, который, я думаю, сейчас ожидают многие, кто этот добрый вечер в Гомеле проводит с нами. Ваш фирменный рецепт, чтобы в доме не было пылюки? Ой, гали всей земли, вытирайте пылюку чаще. Иначе свекруха, не побоюсь этого слова, она вам это дело припомнит. Вот, знаете, есть такая передача ревизора, да? Вот это тот самый случай, когда мама с белой тряпочкой и везде один. О! Есть! Поэтому, ну, на самом деле, знаете, вот если серьезно, то, конечно, надо просто пытаться договариваться. И тогда все будет хорошо. А вот Светлана Рожкова и современные технологии компьютерные, насколько эти понятия совместимы? Могу только вкл и выкл. Все. Вот, к сожалению, нет телефона с собой. Я бы вам показал, с каким телефоном она ходит по сей день. Знает трупы? Я видел, я до эфира подсмотрел. Я хочу сказать, что я была на одном из юбилеев одного из продюсеров, с которыми я общаюсь. И на этом юбилее была моя любимая певица, которую я всю жизнь обожаю, перед которой преклоняюсь. Это кто? Это Алла Борисовна Пугачева. И вот у меня была такая возможность подойти и просто на память, в свой собственный альбом. Модная селфиа. Да, да, да. Я, знаете, почему не подошла? Я постеснялась. Я думаю, как я раскрою эту свою Nokia, эту раскладушку. Причем она привыкла к этому телефону. У меня проблемы. Что ж обо мне подумает. Она их ломает периодически, а найти его невозможно практически. Да, да, да. То есть техникой вы никак? Их сняли 10 лет назад с производства. Никак, да. Но все-таки, тем не менее, я обнаружил во всемирной паутине и группу ВКонтакте, и Фейсбук, и Инстаграм. Это моя младшая дочь. Расскажите, кто ведет за вас жизнь в электронном формате? Моя младшая дочь Варвара. Она сказала, мать, надо. Нужно шагать в ногу со временем, поэтому взяла на себя эту альтуру. Давай, девочка, занимайся. Ну, конечно, безусловно, если она меня просит там какие-то комментарии, то, безусловно, я... Это не она, это не ее отцебятина, это мои комментарии. Придумает маме биографию. Да, 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 это мои действительно комментарии, это мои действительно фотографии. Она просто это все как-то там размещает. То есть для вас это, я так понимаю, темный лес, и как это работает, и как происходит? Для меня это вообще, для меня это волшебство. Понимаете, волшебство. Боже мой. Ну, чтобы было понятно, она совсем недавно научилась выключать компьютер. Это уже достижение, уже прогресс. Да, да, да. Светлана, говорят, звезды не ездят в метро. А как в вашем случае? Нет, нет, нет. Слушайте, вы не поверите, если бы я знала, что будет такой вопрос, для того, чтобы это не голословно было, то я бы привезла... У меня есть такая карточка, называется «Тройка». Очень популярная. На метро. Проездной билет, очень популярный у нас в Москве. То есть вот он у меня в сумочке лежит. Вы знаете, вот ей повезло, ее в жизни очень редко узнают. То есть когда она в макияже и когда она в костюме, да, понятно? И в образе. И с правильным выражением лица, с которым появляетесь на сцене. Поэтому она абсолютно спокойно в метро заходит, очень редко. Мне главное не говорить. То есть если я уже сказала слово, то народ как-то сразу реагирует. Где? Откуда? Что это? И я сразу... Подходят и иногда вот так вот всматриваются. Ходят вокруг. Хотите угадать? Еще могут задать вопрос. Так это вы? Да. Это вы, я говорю, кто? Ну вот вы, слушайте, вот вам не говорили, что вы похожи на одну вот юмористку? Я говорю, да? Что вы говорите? Нет, 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 нет. Никогда. Редко признаюсь. Светлана Юрий, творческий и, скажем так, и технический прогресс на месте не стоят. Вот даже я растерялся, кому все-таки адресовать следующий вопрос. Каким будет следующий виток в творческом развитии артистки Светланы Рожковой? Может быть, это будет интернет-блог? Или может быть еще что-то? Ну, может быть, я не знаю. Может быть. Вы знаете, она такой человек, конечно, ей сложно там... Неправильно говорю. Она делает вид, что ей это все сложно, и что она ничего не понимает, и компьютер для нее это прямо такая непостижимая вещь. Экономический корабль. Да. Если она заинтересуется, если ей будет интересен этот блог, либо там в Фейсбуке, либо в... Ну, неважно, в какой-то социальной сети она займется и сделает. Сто процентов. Слушайте, а зачем? Зачем мне напрягаться, если у меня для этого есть специально обученные люди? Вот. Зачем? Ну, зачем мне, в принципе, вот потом, на самом деле, у меня... Знаете, моя жизнь, она такая насыщенная во всех отношениях. То есть у меня нет свободного времени для того, чтобы сидеть в интернете часами и что-то там выковыривать. Да. Потом мы все-таки... Не в обиду будет сказано тебе, а ты молодая, красивая, интересная. Да, да, да. Но мы все-таки другой формации люди. Мне проще взять телефон и позвонить, поговорить с человеком, нежели набирать какой-то текст, какая-то переписка. Ну, это все долго. Я возьму и позвоню. Вы тоже за живое общение? Абсолютно. Да, мне неинтересно. Вот, 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 я называю это пальцетыканье. У нас дети, они пальцетыки, обе. Нет, ну, они, да, они просыпаются с телефоном, да, и засыпают с телефоном. У них вся жизнь в телефоне. У них отбери этот телефон, и все, и они потерялись. Я не хочу сказать, что это плохо. Ну, это вся же сейчас... Это другое время, а не другие. Да, другие какие-то формы общения. А мне, например, мне нравится, когда ко мне в гости пришли, когда я, да, когда мы вот-вот, энергетика, да. Я в доме специально для них сделал интернет. Купил какую-то антенну там поставил, которая притягивает интернет, который быстро, в загородном доме, я имею в виду, чтобы им было комфортно там. Потому что когда у них пропадает интернет, они не знают, чем себя занять. Пусть он будет. Они такие. Они даже собираясь вместе, через какое-то время, они каждый сидит в своем телефоне. Это очень смешно. Сидим за столом, они сидят, каждая со своей штукой. Они здесь, они слышат. У меня дочь, она мне... Да ты говори, говори, я тебя слышу. А сама там что-то у меня. Это тот вариант, когда дочь вам сказала, глаза не орган слуха. Точно. В любом случае, пока существуем мы с вами, пока существуете вы, наши любимые артисты, пока существуют такие проекты, как Добрый вечер, Гомель. Я думаю, что на это время, хотя бы на этот час будем откладывать телефоны и общаться живьем. Вы знаете, не могу не поинтересоваться, Светлана Рожкова, скажем, через год, где вас могут увидеть поклонники? С чем вы к ним выйдете? На сцену или, может быть, в рамках кино? Или, может быть, выставку, фото, работа или картин, представите? Вы знаете, вот на самом деле я так долго, надолго так я не загля... Не загадываю. Есть же такая история, если хочешь рассмешить Бога, ты расскажи Ему о своих планах. Поэтому в данном конкретном случае я не хочу искушать судьбу. И я и сама не знаю, какое у меня будет настроение через год. С какой ноги я встану? Может быть, я вообще ничем не буду заниматься, а буду сидеть в депрессии, в своем саду. Давайте отменим депрессию. Или наоборот. Или наоборот, да. Или наоборот, у меня будет столько энергии, столько идей, возможностей. Поэтому, да, даже не буду отвечать на это. Во всяком случае, семья не даст ей успокоиться. Вперед, мол. В такие вечера, вы знаете, как сегодняшняя, волей-неволей начинаешь думать, что, наверное, этот вечер мог бы продолжаться вечно, но, к сожалению, рамки эфира не позволяют нам задерживаться надолго. Все-таки когда-то даже самому доброму вечеру приходит его окончание. Я уверен, что сейчас многие телезрители ждут от вас пожеланий и каких-то напутственных слов. Ой, люди, вообще любите жизнь. Вот я хочу пожелать всем, любите жизнь. Жизнь, она такая прекрасная. И она такая короткая. И не надо тратить эту жизнь на склоки. Не надо тратить эту жизнь на какое-то уныние. Не надо тратить эту жизнь на какое-то копание в себе абсолютно ненужное. Если вы хотите что-то делать, сделать, попробуйте, сделайте. Если у вас не получится, вы пойдете другой тропинкой, другой дорожкой. Живите вот на полную катушку. Я всем вам этого желаю. И не забывайте о том, что всегда всем в этой жизни помогает юмор. Относитесь ко всему с юмором, с улыбкой. Светлана, огромное спасибо за то, что этот вечер вы провели с нами в компании программы «Добрый вечер. Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Позвольте вручить эти цветы вам от нашего телеканала и от всей нашей творческой группы. И всегда ждем вас у нас в гости. Приходите к нам еще. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо, обязательно. Дорогие друзья, этим вечером в нашей студии в шоу «Добрый вечер» Гомель у нас были заслуженная артистка России Светлана Рожкова и ее муж, он же директор Юрий Евдоконин. Завтра будет новый вечер, и он будет безусловно добрым. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин